С сегодняшнего дня в Орле сразу двойная порция повышения тарифов на квартплату и проезд. Понятно, что новость этой жителей совсем не обрадовала. Они не понимают, почему им придется платить больше, если и старые проблемы еще не решены. После участившихся обращений жителей в администрацию, власти решили выйти в народ и провести встречу, чтобы объяснить причины повышений. Первыми к диалогу представители управления по тарифам, комитета транспорта и сети-менеджер пригласили орловчан из Северного района. Было ваше обращение на вашу просьбу, мы встречаемся. Вы обратились, мы приехали. Правда, начать разговор было нелегко. Слишком много жалоб и проблем накопилось у жителей. Одним из самых наболевших вопросов они называли работу управляющих компаний, практически никак не регламентированную. Я не знаю, почему я плачу за уборку подъездов, но у нас не убирается. Способ борьбы, как бороться с этим? Только один. Другой никто не придумал. Только смена управляющих компаний. Расторжение договора. Не меньшее количество вопросов касалось и водителей маршруток, и их неуважительного отношения к пассажирам, и вообще качества перевозок в нашем городе. Если маршрутка 20-й видит о том, что эта бабушка стоит одна, оно ни за что не остановит. Ни 17-й, ни 20-й. И когда садишься уже в следующую маршрутку и говорю, почему ваши соратники не останавливаются, а что вас возить? На вас денег мы не заработаем. Действительно, водители проезжают и сами смотрели, да, знаем эту проблему. Но еще раз говорю, когда начинаем разбираться, да, к водителю налагается штраф, он элементарно покидает рабочее место и уходит. И тогда у нас получается, мягко говоря, дырка в график. За два часа власти успели ответить еще на много вопросов. Практику реального общения обещали продолжить, ведь польза в этом есть для обеих сторон. Одни получили ответы от первых лиц, другие узнали то, что порой не доходит до администрации сквозь бюрократические лабиринты. Но главное, чтобы это были не только слова, ведь жители ждут от властей реальной помощи и защиты. Анастасия Тимоничева, Наталья Камиш и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.